Всем привет, с вами Орбекс! А в этом видео я создам и продам свой аксессуар в каталоге Роблокса, чтобы заработать роблоксы. Смотрите это видео до конца, ведь в нём вы узнаете, как сделать свои собственные предметы, а потом выложить их в магазин роблокса. Если вы не знали, то раздел каталога, в котором находятся сделанные обычными пользователями вещи, называется EGC. Многие зарабатывают на продаже своих аксессуаров миллионы роблоксов, а вполне возможно и миллионы долларов. Например, эта вещь продавалась несколько миллионов раз, а стоит и на 50 роблоксов. Представьте какой это доход. Сейчас 90% всех аксессуаров составляют EGC товары. На данный момент, чтобы выкладывать свои 3D аксессуары в роблокс, нужно отправить заявку на участие в EGC. Это что-то вроде конкурса. Если вы победите в этом конкурсе, и вам дадут разрешение публиковать свои предметы, то вы сможете выкладывать не только обычные аксессуары, но и лимитированные предметы. Но мы подробно поговорим об этом, когда создадим наши аксессуары. Ведь вас не примут в программу EGC, если вы сделаете обычный куб. Давайте начнём. Итак, я хочу сделать что-то вроде лица по типу этого. Сначала мы должны нарисовать текстуру для нашего аксессуара. А потом наложим текстуру на модель, которую чуть позже сделан в программе Blender. Итак, заходим в Photoshop или в другой любой графический редактор, и начинаем рисовать. Но сначала мы должны сделать новый холст. Нажимаем создать, и выбираем 1080 пикселей. Мы здесь, и теперь нужно залить весь фон в цвет кожи. Выбираем инструмент «Заливка на левые панели», а на правой панели и ищем цвет кожи. Далее просто кликаем по холсту, и как видите, всё наше изображение в таком цвете. Теперь нам нужно сделать глаза и рот. Далее удобства создаём новый слой, и далее берём инструмент «Круглое выделение». С зажатым шифтом создаём круг, и закрашиваем его белый цвет. Ещё выберем серый цвет, и нарисуем что-то вроде тени. Потом нам нужно создать зрачки. Берём чёрный цвет и рисуем зрачок посередине нашего глаза. Можно сделать его немножко кривым для создания мультяшного эффекта. Глаз готов, но я хочу сделать ещё обводку. Для этого кликаем по ссылой два раза и добавляем галочку на «Выполнить обводку». Настраиваем её цвет, ширину и так далее, и на этом наш глаз готов. Теперь нам нужен второй глаз. А для этого мы просто скопируем первый. Перетаскиваем первый слой вниз, и у нас готова копия. С сочетанием клавиш «Ctrl» плюс «T» мы выделяем глаз, и тащим его в то место, в которое вам нужно. У нас готовы глаза, и теперь нужно создать рот. Опять добавляем новый слой, и снова берём инструмент «Круглое выделение». Выделяем, но на этот раз нужно также взять инструмент «Квадратное выделение», и с зажатым «Альт» убрать нижнюю часть круга. Готово, и теперь заливаем всё в белую и делаем чёрную обводку. Наше лицо готово, и скоро мы будем накладывать его на нашу модель, которую мы чуть позже сделаем в блендере. Сначала нам нужно сохранить лицо. Кликаем на файл, выбираем «Сохранить как», и сохраняем в формате PNG. Готово, и поэтому переносимся в блендер. Вот здесь мы удаляем этот куб, потому что он нам не нужен. Но стойте, сначала нам нужно скачать голову из Roblox Studio, поэтому идём туда. Вот мы в Roblox, и нам нужно добавить обычного дамми, чтобы взять у него голову. Переходим в раздел «Аватар», и кликаем по «Ринбилдер». Тут выбираем «Mesh Avatar R15», например. Вот наш манекен, и в его настройках удаляем абсолютно всё, кроме головы. И в самой голове также удаляем всё, ведь нам нужен только обычный меш. Перед тем, как мы будем сохранять голову в файл, нужно поставить голову в позицию 0.00, ведь только так она появится в центре блендера. Чтобы экспортировать голову, мы должны на правой панели кликнуть по «Rig» и нажать на «Export Selection». Сохранили файл, и теперь переходим в «Blender». Если вы не знали, то «Blender» — это программа по 3D-моделированию. Её можно бесплатно скачать на официальном сайте, ссылка будет в описании. Нажимаем на файл, и кликаем по «Import Wavefront OBG». Ищем нашу модель, и вот она. Давайте наложим на неё лицо, которое мы сделали в фотошопе. Для этого переходим в этот раздел, и где у нас «Base Color», кликаем на жёлтый кружок. Выбираем «Image Texture». Здесь кликаем по «Open» и ищем наше лицо. Чтобы видеть «Export», мы должны включить данный режим в правом верхнем углу. Как видите, наше лицо лежит плохо, и чтобы это исправить, мы должны зайти в раздел «You've Edited». Но сначала мы зайдём в раздел «Modeling» и выделим ровно половину нашей головы, ведь только так наше лицо появится только на одной стороне. Возвращаемся в «You've Edited», и здесь мы должны нажать на английскую клавишу «U», и в панели, которая только что появилась, кликаем на «Project from View». Теперь слева у нас отображаются все полигоны, которые мы видим справа. Устанавливаем лицо так, как вам нужно, и наша модель готова. Но стойте, я ещё хочу сделать вот такую вот обводку, как у этого аксессуара. То есть, куда бы вы ни посмотрели, обводка всегда будет на месте. Для этого мы должны скопировать голову сочетанием клавиш «Shift D». Увеличиваем голову английской клавишей «S». Теперь я хочу залить всю голову в чёрный цвет. Как видите, у нас уже есть чёрный цвет, например, зрачок. По старой схеме заходим в «You've Edited» и закрашиваем всю голову в чёрный. Теперь мы должны перейти в раздел «Madeline». К клавиши «A» выделяем все полигоны, и нажатием сочетания клавиш «Alt N» кликаем по «Flip». И теперь, когда мы загрузим модель в «Roblox Studio», у нас будут отображаться только задние полигоны. Наша модель готова к загрузке в «Roblox» и продаже в каталоге. Сохраняем лицо нажатием на «File», «Export» и «Wavefront OBG». Даем название файлу и идём в «Roblox». Мы здесь, и чтобы загрузить наш файл, мы должны добавить «Mesh Part». А в его настройках в разделе «Mesh ID» ищем и добавляем нашу модель. Соглашаемся или нет с данными галочками, и вот наша голова с лицом. Но также нам нужно добавить нашу текстуру, чтобы мы видели лицо. В разделе «Texture ID» кликаем на «Add Image», ищем лицо и даём ему новое название в этой строке. Ну вот наш аксессуар. Перед тем, как мы будем его сохранять, мы должны правильно установить предмет на игрока и переделать лицо в формат аксессуар. Для этого мы должны использовать плагин «Asset Creator». Ссылка будет в описании. Сначала мы должны добавить манекена, которого мы добавляли, чтобы скачать голову. Вот он, и теперь мы должны надеть на него наш аксессуар. Готово. Включаем плагин и просто повторяйте мои действия. Тип «Аксессуар», нажимаем «Next», кликаем по аксессуару, кликаем по игроку, и теперь мы должны выбрать тип аксессуара. В моём случае это «Head», то есть «Ляпа». Выбираем «Classic» и нажимаем «Next». Как видите, у нас над игроком появилась копия аксессуара. Мы должны опустить её вниз. Вот и всё. Теперь мы можем сохранить аксессуар и отправить его на конкурс. Переходим в правую панель и нажимаем «Export Selection». Даём название файлу, и на этом создание аксессуара завершилось. Но, как выложить свой товар в каталог? Далее этого вы должны отправить заявку, ссылка на которую находится на это форуме. Ээээ, ссылка на это форум будет в описании. Советую ознакомиться с этим постом. К сожалению, сейчас немногие могут получить разрешение на публикацию своих аксессуаров. Нужно быть либо популярным, либо креативным экспертом. Но на RDC 2022 года и на разделе Roblox Roadmap, сказано, что к концу 2023 года абсолютно все смогут продавать свои аксессуары и зарабатывать робуксы. Свои вещи можно будет продавать в группе. А если у вас будет много робуксов, вы сможете вывезти их в настоящую валюту. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok